Друзья, это видео уже было на канале, но было заблокировано. Не все успели посмотреть и многие спрашивали, поэтому я загрузил его повторно. В этом видео я не призываю никому не помогать на дороге, а лишь быть более осторожными. Но перед просмотром хочу рассказать вам о канале моих друзей Allsport, который будет не только интересен водителям тяжеловесов, но и полезен всем, кто так или иначе связан с грузовыми автомобилями. Хотите посмотреть, как полностью разбирают двигатель Atman D20? Пожалуйста. Кстати, есть интересный выпуск, где они полностью разобрали раму Renault премиум. Представляете, за один день управились. Как вы уже поняли, у них своя собственная авторазборка, на которой они разобрали уже более чем 250 автомобилей. Еще у них свое СТО, где работают более 50 специалистов и есть серия выпусков про сканию перевертыша. В этих роликах ее полностью восстанавливают, начиная от правки рамы, замена заднего моста на БУ, до восстановления и покраски кабины. И моя любимая рубрика – восстановление Мерседеса 1935. Представляете, там целый плейлист про это. Как вы уже поняли, все эти видео есть на их канале. Разбирают, собирают, ремонтируют. Уверен, каждый найдет что-то интересное для себя, ведь это не только интересный контент, но и полезный. Поэтому переходите на YouTube канал AllsFord по ссылке в описании и передавайте привет от моего канала. Все реже дальнобойщики подбирают попутчиков, и не потому, что они бессердечны и не желают помочь. Дело в том, что мошенники нередко маскируются под автостопщиком, и порой пропажа денег не самое страшное, что может случиться с доверчивым водителем. Два похожих преступления, в результате которых водители грузовых автомобилей лишились своих денег, произошли 29 июля 2020 года. В Костромской области житель поселка Вохма украл деньги у водителя КамАЗа, согласившегося подвезти его до соседней деревни. Мужчина решил навестить проживающую там дочь. В дороге произошла поломка, и пока водитель разбирался с машиной снаружи, оставшийся в кабине пассажир вытащил из его кошелька 23 тысячи рублей. Устранив неисправность, водитель вернулся в машину и довез злоумышленника до пункта назначения. Пропажу он обнаружил не сразу. Позже водитель обратился к правоохранительным органам и описал своего попутчика. Полицейские сразу узнали в нем неоднократно судимого местного жителя и задержали его по горячим следам. К тому моменту преступник успел пропить почти все украденные деньги с местными жителями. Водителю он вернул только 1400 рублей. Похожая история произошла с жителем белорусского городка Ольшаны, возвращавшимся из международного рейса. В Барановичах он вызвался подвезти до Минска мужчину, представившегося коллегой дальнобойщиков. Интересно, что до самого прибытия до места назначения водитель не оставлял попутчика одного. Однако высадив его из машины, он обнаружил, что из сумки пропало 2500 евро. Машину осмотрели полицейские, они сняли отпечатки пальцев с пассажирской двери и провели дактилоскопическую экспертизу. Оказалось, что укравший деньги мужчина никогда не работал дальнобойщиком и даже не имел водительского удостоверения. А вот судимость у него уже была. Задержать ворох пока не удалось. Такие случаи происходят очень часто, рассказывает председатель объединения перевозчиков России Сергей Владимиров. Поэтому сейчас водители практически перестали брать попутчиков. Раньше мы всегда подвозили людей, чаще всего автостопчиков, а теперь практически не берем. В некоторых американских компаниях водителям запрещают брать попутчиков. Контроль за водителями происходит с помощью камер, установленных в кабине грузовика. В России же такое встречается крайне редко. Однако не только попутчики представляют опасность. В Ростовской области в течение нескольких месяцев были случаи, когда отпускали газ в кабину прямо на стоянке и все выносили. Председатель Межрегионального профсоюза водителей профессионалов Александр Котов отмечает, что попутчики представляли опасность для водителя грузовиков и раньше. Он поделился несколькими историями, которые могли бы закончиться печально, если бы не смекалка водителя. В золотые девяностые я прошел. Когда мать меня собирала в дальнюю дорогу, она давала мне тревожный чемоданчик. Носки, трусы, консервы. И спрашивала, чемоданчик взял? Взял. А карабин взял? Взял. А патроны взял? Взял. Ну молодец. Глубокая осень, дождь. Еду по дороге за Волгу. В населенном пункте, в небольшом городишке, стоит девушка с ребенком, завернутым в одеяльце. Мне стало жалко ребенка, и я остановился подобрать их. Проехали пять минут, она обогрелась, положила ребенка на спальник и начала устраивать мне веселую поездку. Остановись здесь, остановись там. Я хочу в туалет, хочу покушать. Если бы я остановился там, где она просила, то по башке получил бы точно. Другой случай, и того хуже. Подобрал я двух маленьких девочек. Одной лет четырнадцать, другой около десяти. Жара, захолустье, до ближайшей деревни далеко, пожалел их. Проезжаем мы энное количество километров, и старшая девочка начинает продавать мне младшую. Тут я понимаю, что сейчас мы подъедем к посту ГИБДД, меня остановят, они вылетят из машины и скажут, он к нам приставал и показывал всякое. И все. Я остановился около речки и сказал, пойдемте девочки, искупаемся, а потом видно будет. И уехал от них. Еще один случай. Жара, полдень, еду в Саратов. Дорога пустая, на триста километров один населенный пункт и один пост ГИБДД. Захотелось мне в туалет. Остановил машину, взял с собой карабин и пошел в лесок, метров сорок от дороги. Подъезжает вишневая девятка, вылезают оттуда четверо и подходят к машине, суют руку в районе переднего колеса под капот, понимают, что я только что встал. Открывают задний борт, а там коробки до самого верха, детское питание. Начинают ходить и крутить жалом, искать идея. Я подождал, пока они собрались вчетвером около капота, расчехлил карабин, а внешний вид у него автомата Калашникова. Держу ноги, иду к машине. Увидели меня. Ты водила? Я водила. Ну иди сюда, поговорим. А мне отсюда слышно. Ты хочешь, чтобы мы подошли? Не надо, я колючий. А есть чем уколоть. Я на сгиб руки кладу карабин, патроны в патроннике, они начинают расходиться в разные стороны. В кучу ребята, стреляю без предупреждения. Да что ты, мы думали ты сломался, хотели помочь. Садитесь в машину, езжайте. Они уехали. Прошло месяца три. Возвращаясь я по этой же дороге, переезжаю через Волгу. Останавливает меня гаишник, просит подбросить до поста. Едем с ним до поста, смеркается. Я понимаю, что ему нужно куда-то дальше и спрашиваю, чего ты дурака валяешь? У меня тепло, светло, музыка играет. Куда тебе ехать? Первомайский. Поехали, довезу. Едем по дороге, машина трясется на кочках и карабин со спальника выезжает на капот. Он спрашивает, это что? Карабин. А зарегистрирован? Конечно. Вещь нужная. Мы пару месяцев назад взяли четверых. Трое из них в федеральном розыске. Остановили на посту Вишневую девятку, проверили документы и уже собрались отпускать. А сзади едет КамАЗ и сходу в эту девятку въезжает. Мы передернули автоматы, к водиле подбегаем, а он весь в крови, ухо оторван. Говорит, вот эти на девятке меня ограбили, избили, деньги отобрали. А что взяли? Такой-то товар. А у них в багажнике лежит этот товар. Я рассказал ему о своем случае. Легко ты отделался, прокомментировал гаишник. Мошенники часто прикидываются автостопщиками. Продолжает Александр Котов. Специально могут взять дорожный рюкзак. Работодатели часто рассказывают об этом наемным водителям. В качестве наживки часто используют и женщин. Да, раньше попутчиков подбирали чаще. Но человек со временем начинает учиться на чужих ошибках. Автостопщиков иногда берут и сегодня. Но не дай бог случится так, что ты подвезешь десять попутчиков, а одиннадцатый окажется не тем, за кого себя выдает. Водители сегодня очень осторожные. Иногда в пятнадцатом канале народ орет. Возьми человека, срочно нужно, беда. Но никто не откликается. Я на своей шкуре это испытал. Ехал в дептранс Москвы на совещание в прошлом году. В ста километрах от столицы машина сломалась. Оставил ее на стоянке и сел к дальнобойщику. Я был одет в костюм, сразу сунул ему визитку. Доехал до Москвы, купил нужные запчасти, а назад возвращался через Домодедово. Там большая стоянка с кучей машин. Подхожу к одному грузовику, прошу рацию. Но никто по рации не отзывается. Я представляюсь, объясняю, кто такой, куда еду. По сленгу-то понятно, что свой человек. Но все равно боятся. Наконец отозвался один товарищ. Говорит, я на мусоровозе с прицепом, грязный как собака. Поедешь? Рисковать-то ему нечем. Один из самых трагических случаев, связанных с доверием к случайным знакомым, произошел в Подмосковье осенью 2016 года. Наемный водитель, работавший на индивидуального предпринимателя из Барнаула, привез груз в столицу. Предприниматель собирался продать сцепку и попросил водителя встретиться с потенциальными покупателями, которые оказались преступниками. Встреча с ними произошла на АЗС рядом с городом Ступино. Злоумышленники под видом покупателей каким-то образом уговорили дальнобойщика пустить их в кабину и отъехать от стоянки, а затем убили мужчину выстрелом в голову. Труп выбросили на обочину в Тульской области. Вскоре убийц задержали по горячим следам. Этот случай вызвал сильный общественный резонанс и широко освещался в СМИ. Ни в коем случае не доверяйте случайным знакомым, призывает Александр Котов. Если нужно встретиться с кем-то, встречайтесь на заправке, на людях хотя бы не убьют. Не соглашайтесь на предложение перекусить, сходить в сауну. Если видите, что коллега дальнобойщик оказался в беде и просит о помощи, помогите ему. Но даже в таком случае нужно быть настороже. Субтитры создавал DimaTorzok